Фрайс Филм Групп Затерянный мир В фильме снимались Джейн Хейтмайер Джулиан Кейси Дэвид Нерман Майкл Синельников Грегориан Майнот Пейюр Рассел Уэн И Джек Лэнждик Майкл Синельников Композитор Милан Кемли Авторы сценария Леопольд Сен-Пьер И Джин Ля Флёр По мотивам романа Артура Конан Дэйла Режиссёр Боб Кин Монголия, 1934 год Ни один человек на земле не попадал в такое безвыходное положение Я хочу поведать тому, кто найдёт этот дневник О череде событий, которые привели меня к катастрофе Всё началось с невероятного открытия, сделанного профессором Уайтом Залегание относится к позднему триасовому периоду Мэйпл Мэйпл В чём дело, друг? Это дурное место Идём отсюда Никогда тебя таким не видел В каких мы только местах не побывали В Африке На Крокотау Господи, ты только посмотри В чём дело? Это страшное место Ты нервничаешь из-за того, что твоя родина уже близко Мы пойдём здесь Мэйпл, лучше не надо Азбек Этого не может быть Господи Это оно? Оно, если я не ошибаюсь Это как раз доказательство, которое мы с тобой ищем Это рука дьявола, рука дьявола Это яйцо Но не земноводных И всего одно Господи, оно тёплое Куицокоатлус магнус Гигантский птеродактиль Азбек Мы вошли в историю Господи Азбек Азбек Мэйпл 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 Идём отсюда Нет, брось ты свои суеверия Самое время произнести тост Да здравствует наука За науку Всё лондонское зоологическое общество Со своими окаменелостями Пусть собирается к чёрту Мэйпл Мэйпл Да Азбек Живые эудиморфодонты Боже, они прекрасны Боже, они прекрасны Не прекрасны Азбек 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 Не Азбек. Что происходит? Брат Майер. Сестра Азбека. Джина. Мы встречать вас с профессором. Профессор Челленджер? Вы, он, хорошие друзья. Где он? Где Челленджер? Позовите его. Профессор скоро придет. Сходи за профессором. Азбек. Я должен лежать. Азбек. Азбек. Как он? Он зовет вас профессор Челленджер. Он скоро умирать. Спросите про нашего брата. Вы ведь нам поможете? Его не нашли. Сейчас. Челленджер? Он хочет, чтобы вы сначала взглянуть на это. Уайт? Уайт это нарисовал. Это скала, где были Уайт и наш брат. Должно быть. Ты знаешь, где это? Да. Да. Сможешь отвезти туда? Да. Нет. Джина теряет двоих братьев. Да. Нет. Где я? Мэйпл, это я. Джордж? Джордж. Как я здесь оказался? Ты долго был без сознания. Они нашли тебя у реки. Они хотят знать. Их брат был с тобой? Азбек. Да. Я... Что? Мне конец, да? Боюсь, что да. Это не важно. Слушай. Я... нашел их. Кости? Нет, не Кости. Живых динозавров. Что? Иди. Иди. Сделай это за меня. Скажи... Что? Скажи Аманзе. Я любил ее. Я любил ее. Любил ее. Мэйпл. Мэйпл. Я обещаю. Лондон. Месяц спустя. Сейчас это кажется глупым. Вот он я, пробирающийся на лекции о живых динозаврах. На лекцию профессора Челленджера, известного тем, что он морочит голову подобным мне, журналистам. Но здесь были представители всех газет, и в этом я не был одинок. И все для того, чтобы сделать свой первый репортаж. Откуда я знаю? Откуда я знаю? Я знаю, потому что я был в их логовищах. Я знаю, потому что видел живых динозавров собственными глазами. Ложь! Кто назвал меня лжецом? Кто назвал меня лжецом? Покажитесь. Вы обвиняете меня во лжи? Нет, сэр, нет. Тогда сядьте на место. Если кто-нибудь сомневается в моей честности, я готов поговорить с ним после лекции. Он такой же, как вы все. Вы поднимаете насмех ученых, отдающих свои жизни за развитие научных знаний. Вы преследуете гениев и пророков. Великих людей. Галилея. Дарвина. А теперь... Теперь меня. Посмотрим слайды. На вершине этих монгольских скал... На вершине этих монгольских скал был обнаружен затерянный мир. Он оставался неизменным миллионы лет. И там до сих пор сохранились живые динозавры. До наших дней. Вздор. Абсолютная чепуха. Профессор Чалленджер, вы утверждаете, что в наше время в Монголии живут динозавры? Да, профессор Саммерли. Именно это я хотел сказать. Господа, у меня есть неопровержимые доказательства. Жалкая подделка. Мы постоянно с таким сталкиваемся. Лорд Томас, разве мы не ученые? Разве не наш долг расширять границы научных знаний? Я прошу только дать мне возможность доказать, что я прав, а профессор Саммерли ошибается. Я согласен. Это возмутительно, Лорд Томас. Но с одним условием, мистер Чалленджер. Вы позволите профессору Саммерли сопровождать вас, чтобы обеспечить научную целостность экспедиции. В конце концов, вы заолог, а не палеонтолог, как профессор Саммерли. Честно говоря, Лорд Томас, ехать в Монголию, чтобы опозорить профессора Чалленджера... Я считаю... Что... Хорошо. Я принимаю ваши предложения. Если этот пророк возьмет меня с собой. Я... Решено. Итак, Чалленджер, сколько вам нужно денег? Примерно 10 тысяч фунтов. Позвольте представиться... Оскар Перри. Я готов профинансировать экспедицию профессора Чалленджера. Более того, хочу добавить, что я заплачу 100 тысяч долларов первому, кто привезет мне живого динозавра, которого я смогу показывать людям в любой точке нашей планеты. Я согласен. Я согласен. Договорились. Я также обеспечу вас надежным помощником. С вами поедет мой компаньон. Он очень разносторонний человек. Он приобрел широкую известность, сотрудничая с Национальным историческим музеем. Здравствуйте, Чалленджер. Джон Рокстон. Я прекрасно осведомлен о репутации мистера Рокстона. И могу вас заверить, что его меньше всего интересуют научные открытия. Мои интересы меняются с каждым днем. Участие Рокстона в экспедиции не обсуждается. Это мое условие. Хорошо. Рокстон. Мне понадобится помощь профессионала. Но вам придется подчиняться моим приказам. Конечно, сэр. Все, как вы скажете. Господа. Профессор. Артур Миллоун, Лондон Газет. Как вы будете взбираться на скалы? Я... Вы слышали о Девонском клубе любителей воздушных шаров? Нет. А я его президент. Мы сможем вам помочь. Подняться на воздушном шаре? Именно. Это интересно. Значит, вы журналист? Да. Умеете подчиняться? Если запахнет хорошим репортажем, я сделаю все, что угодно. Это неплохо. Интересная идея. Хорошо. Профессор Челленджер. Сильно опоздавшая леди? Меня зовут Мисс Уайт. Вы знали моего отца, Мэйпла Уайта? Аманда. Конечно, я знал. Нам надо поговорить. Но не здесь и не сейчас. Отлично. Тогда я поговорю с профессором Саммерли. Подождите. Господа, извините нас. Итак. Я еду с вами. Простите. Я понимаю ваше возражение, но уверена, что такой благородный человек, как вы, который умеет воздавать должное достойным людям, захочет, чтобы в экспедиции кто-то представлял интересы моего отца. В конце концов, вам поверили только благодаря его рисункам. Я хочу получить их немедленно. Когда он умирал, я пообещал ему, что завершу его работу. Вы были с ним, когда он умер? Да. И он просил меня сказать вам, что любил вас. Теперь я знаю, что вы лжец. Мой отец никогда не говорил, что любит меня. Дело в том... Дело в том, мисс Уайт, что я отправляюсь искать динозавров, животных, убивших вашего отца, и это очень опасно. Я знаю, что это опасно, профессор. Но я должна это сделать. Я еду. Это научная экспедиция, и мне нет места наблюдателям. Я получила диплом антрополога в Гарварде. Сейчас я работаю над докторской диссертацией в Чикагском музее национальной истории. Я лучше в своей области. Я никогда не буду наблюдателем. Встретимся завтра. До свидания, профессор. Первые две недели путешествия ничем особенным не запомнились. Достаточно сказать, что мы использовали все виды транспорта. Какой потрясающий вид. Несомненно. Интересный браслет. Африканский, не так ли? Банту? Близко. Их соседи Суахели. Охотники на львов. Хотите подарю? Нет, я не могу. Пожалуйста, возьмите. На счастье. Спасибо. Пожалуйста. Что вы думаете? Сможете что-нибудь сделать? Да. Я бы не прочь что-нибудь сделать с Амандой. Она такая сладкая. Держитесь от нее подальше. Мы что, ревнуем? Нет, но я обещал заботиться о ней. Как благородно. Все в порядке? Да. Довольно долгий путь, чтобы показать всем, что ты лжец. Унизительно, правда, Мэллоу? Зато будет о чем писать в вашей газете. Многие лжецы расширили горизонт человеческих знаний. Я надеюсь к ним присоединиться. Что это? Это вулкан. Вулкан. Замечательно. Мы должны остановиться. Где он? Я так не думаю. Он хочет остановиться. Ни за что. Не останавливайтесь, Рокстон. Не останавливайтесь, Рокстон. В чем дело, Мэллоу? Не знаю. Пусть остынет. Похоже, что ты с вентилятором. Вы должны с этим что-то сделать. Я не собираюсь провести всю оставшуюся жизнь в этих забытых богом краях. Вы мне еще не рассказали про вашу работу в музее. Чем вы там занимаетесь? Он мне рассказал. Вы видели в музее красивые чучела животных? Большинство из них убил Рокстон. Зато люди могут посмотреть на животных, которых раньше не видели. Но проблема в том, что благодаря вам многие виды уже на грани вымирания. Такова жизнь. Такова смерть. Мэллоун? Это похоже на самую крайнюю точку земли. Здесь очень красиво. Через пару дней мы встретим туземцев. Мэллоун! 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 Мэллоун, Джина, Найсбриггер. Очень приятно. Джина? Джина. 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 Прошло две недели, как мы проехали вулкан. Я начинаю нервничать от того, что вокруг совсем нет людей. Должно быть, это самое одинокое место на Земле. Наш вездеход наконец не выдержал. Мои попытки починить его потерпели неудачу. Профессор Саммерли, если вам нужен этот никчемный инструмент, несите его сами. Могу я спросить, сэр, в качестве кого вы отдаёте все эти приказы? Можете. В качестве руководителя экспедиции. Должен вам сказать, что не признаю за вами это право. Неужели? И кем же я по-вашему являюсь? Вы человек, чья честность поставлена под сомнение. И все эти люди, они судят вас. Вы путешествуете со своими судьями. Боже мой. Ну что ж, ведите вы, я пойду следом. Если я не главный, ведите людей сами, профессор. Кхе-кхе. Кхе-кхе. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И это в конечном счете сплотило нас Челленджеры, это безумие Мы понятия не имеем, что прошлой ночью убило этого беднягу Это могло случиться с любым из нас А вы продолжаете упорствовать в свои глупости Послушайте, профессор, вы мне нравитесь Если хотите вернуться, прошу вас Я же намерен доказать существование динозавров и свою правоту Никто не обещал, что будет легко Вы можете уйти или остаться Отлично, я остаюсь Хорошо Но только чтобы доказать, что вы полный болван Ты хорошо говоришь по-английски Нет, что вы Меня учить отец Кампу, французский миссионер Он должен быть хороший учитель Нет Но вы меня учить хорошо, да? Это береза Видишь, дерево Да Это орел 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 Хорошо, отправляемся Все, отправляемся Все, отправляемся Продолжение следует... Уже скоро, Челленджер? Совсем скоро Мы близко Сюда Челленджер! Это здесь Кажется, мы на месте Потрясающе Профессор, теперь вы верите? Что ж, я признаю, что плато существует Но нужно еще доказать, что оно населено хоть какими-то живыми существами Упрямый старый осел Упрямый старый осел Вы должны были сказать, что мы несем динамит Я делаю все, что вы велите Вы должны были сказать Откуда я знал, что я должен отчитываться? Вы хотите убить нас? Мисс Уайт Мисс Уайт Миллоун, собирайте шар Мы не закончили Челленджер Челленджер! 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 Что это? Мисс Уайт? Да Да Сюда Рокстон! Сюда Челленджер! Сюда КОНЕЦ КОНЕЦ Господи! Нет, нет, помогите. Нет, нет, убирайтесь, нет, нет, помогите. Челленджер! Челленджер! Помогите мне, заберите меня отсюда! Помогите! Челленджер! Надеюсь, мисс Уайт жива. Что это такое? Ловушка для демонов. Для динозавров. Но здесь их нет. Нет, нет. Честно говоря, это мое собственное изобретение. Мы используем его как корзину для шара, но у него несколько функций. Скажите, Мэлоун, что я должен с этим сделать? Профессор, я же говорил, он улетит в атмосферу. Нет. Господи. Мисс Уайт! Мисс Уайт! Мисс Уайт! Челленджер, потише. Мне это не нравится, у меня плохое предчувствие. Помогите! Кто-нибудь помогите! Челленджер! Аманда! Господи! Аманда, все в порядке? Да. Спустите меня вниз. Скорее давайте веревку. Быстро. Я знаю, вы здесь. Выходите. Быстрее. Я чувствую вас. Все нормально? Да. Похоже, мы не одни. Что вы делаете? Или они, или мы. Вы правы. Хватит. Перестаньте стрелять. Эти дикари хотели убить вас. Они не дикари. Это редкое племя. А то, что вы делаете, это геноцид. Прошу вас. Идем отсюда. Девушки отдыхают. Оставьте, поднимай. Идем. Заходите, Руксан. Майер, уходите. Майер. Вперед. Майер. Скорее. Майер, держись. Майер, влезай. Держись, лезь внутрь. Нет, буду держаться здесь. Вот так, Майер. Давай. Где мое оружие? Где все снаряжение? Мэлоун, ты ничего не взял. Мэлоун, в чем дело? Мы слишком тяжелые. Нужно что-то выбросить. Что нам сделать? Мы упадем. Надо выбросить мешки с песком. Господи. Только не это. Держитесь. Держитесь. Нам туго придется. Осторожно. Мы, наверное, попали в воздушный поток. Все будет хорошо. Воздух поднимет нас вверх. Все будет нормально. Мэлоун, ты гений. Просто держись крепче. Куица Клаплус Магнус. Гигантский птеродактиль. Чаленджер. Они действительно не вымерли. Сэр, я должен извиниться перед вами. Господи. Мэлоун, ты можешь приземлить эту штуку? Мэлоун, здесь некуда приземляться. Давайте же, Чаленджер, стреляйте. Стреляйте. Стреляйте, Чаленджер. Давайте же. Держитесь. Держитесь крепче. Профессор, что с вами? Моя лодыжка. Встать сможете? Кажется, да. Они улетели? Да, но не могут вернуться. Все целы? Мне больно. Моя нога сломана. Тогда бы вы не смогли идти. Надо убираться отсюда. Идем, Рокстон. Я не могу найти свое оружие. Мэлоун, мы вернемся сюда и попробуем все починить. Но детали механизма разбросаны по всему лесу. Не могу поверить. Чаленджер живые птеродактили. Мы расскажем о них всему миру, профессор. Послушайте, если мы не починим шар, то останемся здесь навсегда. Я все еще не верю своим глазам. Эти существа живут здесь уже миллионы лет. Потрясающе. Ну что, не зря мы отправились в путешествие. Отец был прав. Хватит болтать. Опять демоны! Опять демоны! Никому не двигаться. Боже мой. Бронтозавр. Какой он огромный. Не шевелится. Он нас раздавит. Посмотрите на его строение. Оно идет вразрез с теориями палеонтологов. Нам придется пересмотреть многие теории, но только не сейчас. Идем. Я так не думаю, профессор. Аманда, что думаете вы? Могли неандертальцы все это построить? Сомневаюсь. Для них это слишком сложно. Я бы мог провести всю оставшуюся жизнь здесь, изучая этот мир. Только подумайте, сколько всего можно открыть. Я же говорил вам, профессор. Откуда эта вонь? Болотные газы. В основном метан, но пахнет серой. Наверное, из-за близости вулкана. Нужно найти убежище. Господи, Мэллоун, ты здесь всего пять минут и уже устроил пожар. Но я ничего не делал. Ловушки могут быть по всему плато. Видите череп? Они помечают их так же, как туземцы Гаити. Если вы правы, они все будут помечены. Но зачем? На Гаити верят, что надо показать богам место, где скоро умрет человек, чтобы они забрали душу. Мне, конечно, очень неловко, но нам нужно ненадолго остановиться. Ладно, Рокстон, сделаем привал. Хорошо. Я считаю, надо осмотреться. Может, удастся найти безопасное укрытие. Хочу взобраться на то высокое дерево. Хорошо. Будь осторожен. Сейчас бы съесть что-нибудь. На самом деле, юная леди, нас окружают съедобные растения, которые могут составить очень неплохое меню. Профессора, что если местная флора развивалась так же необычно, как и бронтозавры? Значит, вы заметили разницу между этим экземпляром и окаменелостями? Конечно, челюсти и панцирь не совсем обычны. Что? Такие челюсти могут проживать маленьких животных. Как мы? Нет. А как ты? Рокстон. Джина. Джина. Ну, что еще? Что там? Что случилось? Что с ней? Мэллоун, спускайся. Что случилось? Что случилось? Ее кто-то укусил. Надо уложить ее. Здесь недалеко пещера. Идем. Идем. Сюда. Место подходящее. Ночью мы будем в безопасности. Завтра вернемся и соберем наши вещи. Как вы, профессор? Ничего, спасибо. Присядьте. Садитесь, профессор. Мэллоун, помоги мне с костром. Слава Богу. Джина. Джина. Джина, все в порядке. Тебе станет лучше. Держись. Что это? Я в аду? Да? Нет. Здесь ты будешь в безопасности. Кто-нибудь, помогите. Мне очень больно. Прошу вас. Сейчас. Похоже на растяжение. Наверное. Надо приподнять ногу. Давайте лучше я, Аманда. Позвольте. Спасибо, Рокстон. Не поднимайте ногу, старина. Потрясающе, не правда ли? Никогда не видел ничего подобного. Они похожи не на примитивные письмена, а на египетские иероглифы. Они о чем-то повествуют. Они выглядят очень древними. Я никогда такого не видел. Я видела это раньше. Смотрите. Дай-ка. Кажется, ты права. Где ты это взяла? Моей маме дала моя бабушка. Он очень старый. Да? Я пойду к воздушному шару. Зачем? У нас нет оружия. У меня есть пистолет. Мне нужно мое оружие. У меня ничего нет. У нас нет припасов. Я попытаюсь спасти, что смогу. Я хочу помочь. Хорошо. Будьте осторожны. А как же. Кажется. Будьте осторожны. Профессор, как вы? Хочу пить, едва дышу. И моя нога. Проклятие. Я не должен был приводить вас сюда. Никого из вас. Я подверг вас опасности. Простите меня. Ну, мы все сами вызвались, не так ли? Наверное. Интересно, что бы сделал ваш отец. Мой отец открыл бы шампанское. Точно, он всегда его брал с собой. Бутылку надежды. Вы выпейте шампанского. Завтра я починю шар. Мы рассчитываем на тебя. Почему Рокстон так долго? Его нет весь день. Он в порядке. Он сумеет о себе позаботиться. Ладно, пойду его искать. Я с вами. Следы. Как ты? Хорошо. Идем. И я с вами. Аманда, вы останетесь здесь? Да. Возьмите пистолет. Моего отца. Хорошо. Я останусь с профессором. Изучать пещеру. Я испугался. Это опасное место. Как здесь оказался шар? Удивительно, на что способен человек, если пораскинет мозгами. Рокстон? Что это у вас? Это? Вы мне скажите, профессор. Похоже на центразавра. Сентразавр. Что ж, когда вернусь в Штаты, обязательно узнаю поточнее. Думаю, он потянет на сто тысяч долларов. Пистолет, Челленджер. Медленно. Жаль, что мне придется уехать отсюда без вас. Понимаете, не хочу делиться деньгами. К тому же, имея сто тысяч долларов, я привезу сюда всех богатых охотников. И это сделает меня миллионером. Ладно, хватит болтать. Мэлоун, привяжи-ка ее. Если вы убьете нас, мы умрем вместе. Как трогательно. Видишь ли, крошка, мне не придется вас убивать. Вы не протянете здесь больше двадцати часов. Мэлоун проживет даже меньше. Я просто ускорю события. Оставлю на виду и немножко пораню. Чтобы здесь выжить, нужно быть невидимым. Если тебя заметили, ты уже покойник. Вас точно съедят. Привязываю ее к дереву. Подонок. Какой я глупец, что доверился тебе после того, что ты сделал на Мадагаскаре. Надо было послушать свой внутренний голос. Конечно, глупец. Человек всегда должен слушать внутренний голос, если хочет выжить. Теперь привяжи Мэлоуна. Не волнуйся, Джина. Все будет хорошо. И ноги тоже. Вы пойдете на корм динозаврам. Позвольте поблагодарить вас, что помогли мне разбогатеть. Выстрелишь, и я убью этих пташек. Пока что у нас ничья. Давай ружье. Ты на грани вымирания, профессор. Прощай, Рокстон. Он мертв? К сожалению, нет. Я полагаю, такова плата за знания, мисс Уайт. Они вернулись. Челленджер? Господа, это не смешно. Здесь до смерти напуганная девушка. Прекратите свои игры. Я не думаю, что это Челленджер. Что за... Вы меня напугали. Кто это? Не важно. Стреляйте в него. И еще. Кажется, я попала. Припасы! Вон там! Малоун, ты в порядке? Рокстон. 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 Все нормально. Это ловушки неандертальцев. Хитрые дьяволы. Надо быть осторожнее. Здесь слишком опасно. Надо найти другой путь. Припасы пока оставим. Мы не так голодны. Кое-кто очень голоден. Джина, вернись. Я не падать. Легкая. Джина. Вернись. Не надо, вернись. Ради бога, послушай, Джина. Вернись. Осторожней. Джина. Джина. Рокстон. Джина. Джина. Я же говорил. Развяжи меня, Челленджер. Сам знаешь, только я смогу ее спасти. Молчи. Джина, давай. Пожалуйста, вернись. Джина. Джина, держись. Джина, вернись. Стреляй. Дай мне. Я смогу его убить. Заткнись. Господи. Ничего. Он потерял интерес? Я бы на это не рассчитывал. Рептилии могут быть очень упрямы. Вернулся. А я говорил. Приготовьтесь. А где Рокстон? Я его убил. Он хотел убить нас. Рокстон пытался нас убить из-за денег. Мне жаль, но это правда. Послушайте, мне жаль. Но мы принесли продукты. Пинта темного пива совсем не повредит. Но я бы предпочел выпить чистой воды. Мисс Уайт, расскажите им о надписях Челленджера. Это потрясающе. Ну что же. Помните, как Джинна заметила связь между своим медальоном и некоторыми знаками на стенах пещеры? Да. Она знает, что они примерно означают. И это помогло мне расшифровать, о чем написали нам древние люди. В этом есть смысл? Давайте. Я вам покажу. Когда-то Караки были исследователями, учеными. Они обнаружили плато 600 лет назад и решили здесь обосноваться. Они покорили динозавров и сделали первобытных людей рабами. Но им пришлось дорого заплатить. Они пренебрегли природой. Их мир стал заболевать. Многие виды животных были истреблены охотниками. Многие вымерли. Скоро наступил конец. Караков изгнали со своего плато неандертальцы, которые восстали против разрушения этого мира. Неандертальцы охраняют эту экосистему. Они не успокоятся, пока мы не уйдем. Или сами убьют нас. Значит, утром мы починим шар и уберемся отсюда. Я не уверен, что у нас достаточно мощности, чтобы спустились все. Что у нас есть? Не знаю, но, наверное, смогут только двое. Значит, это будут Джина и Аманда. Челленджер, эпоха рыцарей прошла. Первым должен быть профессор. Юная леди, благодарю вас за трогательное внимание. Но у меня повреждена нога, а ведь мы провели в пути шесть мучительных недель. И еще. Я палеонтолог. Человек, изучающий динозавров. Всю свою жизнь я видел только их кости. Это единственное место на Земле, где я смогу изучать их живыми. Живыми. Я слишком стар, чтобы совершить вновь такое же путешествие. Спасибо. Я не собираюсь отсюда уходить. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Продолжение следует... 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 Я не боюсь. Работает. Как странно. В чем дело? Не знаю, почему-то гаснет. Сквозняк. Это здесь. Видите? Да. Наверное, это и есть тот путь вниз, о котором говорили Караки. Сможем сдвинуть камень? Да. Смотрите, смотрите. Там лабиринты. И осторожно. Только посмотрите. Огромная пещера. Смотрите под ноги. Сюда. Осторожно. Взгляните. О, господи. Хомо сапиенс? Да. Из местных. Аманда, взгляните. Бетховен. Ради этого он жил и умер. Шампанское. Он точно был здесь. Интересно, как он отсюда выбрался. Наверное, это выход. Рокстон, опять наши дорожки пересеклись. Рокстон, я думал, ты погиб. Я тоже. Господи. Вы присоединяйтесь к своему отцу. Что это значит? Рокстон, опусти пистолет. Рокстон, мерзкие твари. О чем ты говоришь? Нет. Опусти пистолет. Ты так слишком много смертей. Заткнись. Заткнись. Ты бросил меня умирать. Почему? Я думал, ты мертв. Ты думал, а я не был мертв. Я... Нет. Ты не должен был меня бросать. Пошли. Пошли. Я стану миллионером. Я буду богатым. Ты можешь взять все деньги. Заткнись. Ты сам не выберешься. Тебе нужна наша помощь. Я вас взорву. Взорву к чертовой матери. Не делай этого. Не делай, Рокстон. Это единственный выход отсюда. И я уйду один. У тебя не получится. Прелесть моя. Ты сделаешь меня богатым. Это будет единственный экземпляр. Бежим. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы обошли все пещеры. Там есть спуск? Больше нет. Его завалило. Идёмте, я вам кое-что покажу. Мы нашли его на дереве. В нём была нога Саммерли. Если мы сможем соединить куски, получится огромный парашют. Поймав нужные воздушные потоки, мы сможем спланировать вниз. Я не знаю. Почему нет? Парашют должен быть гигантским, чтобы выдержать нас всех. Ладно. Почему нет? Попутный ветер и немного удачи. Стоит попробовать. Итак, Мэлоун, что надо делать? Кладите сюда. Надо расправить по земле. В длину. Во всю длину. Это сработает. Мэлоун, постарайся не вдыхать эту гадость. Это уж вряд ли. Вот так? Да. Мэлоун, постарайся не вдыхать эту гадость. Вот. Думаете, парашют выдержит нас всех? Сомневаюсь. Я тоже. Джина. Джина! Джина! Иди сюда. Ну что с тобой? Нога, нога. Что? Как быстро воспалилась рана. Господи. Чего они ждут? Челленджер! Уходим. Мэлоун. Как ее поднять? Берите за плечи. Я держу. Давай, быстро. Быстрее. Они здесь. Убирайтесь. Давай, Джина. Очнись. Очнись. Подождем, пока не уйдут. Настойчивые твари. Все будет хорошо. Мы просто подождем. Я думаю, что этот затерянный мир и не надо было находить. Человеку здесь не место. Или ты убиваешь. Или тебя. Я полагаю, ты прав. И твой план с парашютом сработает. Мы спустимся вниз. Кажется, что маленькие рапторы потеряли к нам интерес. Джина. 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 Челленджер. Челленджер. Помогите Джине. Джина. 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 Идем. Мы уже ничего не можем сделать. Где Миллоун? Не знаю. Вот он. Миллоун. Миллоун. Миллоун, ты в порядке? Миллоун. Миллоун. Мы здесь. Сюда. Как вы? Нормально. Эй! 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 Эй ты! Тварь! Что он делает? Я здесь. Давай, тварь. Я здесь. Миллоун, беги. Бери парашют, это наш шанс. Давай. Давай. Вот так. Ко мне. Ко мне. Ко мне. Сюда, тварь. Молодец. Давай же. Миллоун. Миллоун, ты с ума сошел, беги. Давай. Миллоун. Дамы и господа, минуточку внимания. Позвольте представить вам профессора Челленджера, который расскажет о своей экспедиции в Монголию. Лорд Томас. Дамы и господа, у меня для вас не очень хорошее известие. Во время нашего путешествия в Монголию погибло много замечательных людей. Наш всеми уважаемый коллега, профессор Саммерли, молодой журналист Артур Миллоун, два превосходных проводника, Майер и Джина, а также путешественник Джон Рокстон. Они отдали свои жизни. Я понимаю, что мои слова всех вас очень разочаруют, но это правда. Затерянный мир Монголии с живущими там динозаврами на самом деле не существует. В одном Рокстон был прав. Если тебя заметят, то ты покойник. Но он ошибся, отмерив мне 20 часов жизни. Я смог выжить здесь в течение шести месяцев. Не знаю, сохранится ли этот доисторический мир, но я живу в нем так, как будто каждый день последний, и никогда я не чувствовал себя более живым. Так как я закончил свой дневник, я попрощаюсь с Артуром Миллоуном. Теперь мое будущее здесь, среди этих существ, вдали от людей. Я остался один в мире, который не может существовать. Фильм озвучен студией ИНИС по заказу компании Лизард Синематрейд. Фильм озвучен студией ИНИС по заказу компании Лизард Синематрейд. Фильм озвучен студией ИНИС по заказу компании Лизард Синематрейд. Фильм озвучен студией ИНИС по заказу компании Лизард Синематрейд. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!